Добрый вечер! Две примечательные новости сегодняшнего дня. Первая, это, конечно, максимально главная, хорошая, почти весенняя погода на месяц раньше срока у нас потеплела. В снежки играть не будем, но кое-где протаяло, стало приятно. Нельзя сказать, что чисто. Чисто не будет никогда, приятно местами, когда идешь, тебя не подмораживает. Вторая новость совсем удивительная, хотя, конечно, последствий от нее меньше. Нам неожиданно вернули кусочек дороги, которую у нас отобрали пару лет тому назад, мотивируя это необходимостью отдать ее под общественный транспорт. Вы помните, у нас в 2011 году началась борьба с водителями. Было тогда уже точно совершенно определено, что победить пробки можно, только победив транспортные средства и людей. Идеальный, конечно, вариант, идеальный макет города, это Северная Корея, Пхеньян. В Пхеньяне, если легковая машина едет по городу, то обычно все замирают. Расконвоированные зэки, которые составляют две трети населения Сеула, козыряют. Вот остальные тихо кланяются, пионеры салютуют, военные отдают честь, машина проезжает дальше, пробок там нет. Самая почетная должность Северной Кореи, из тех, которые, по крайней мере, турист может увидеть, редкий турист или иностранный шпион, прорвавшийся, может увидеть, это регулировщица. Очень презентабельная работа за регулировщицу. Тебе дают не только белый передничек, но еще немножко риса. Невероятно выгодная работа. Мы стремимся к тому, чтобы город наш был похож на Сеул. Задача победить население, оставить нас без машин. Задача при этом, как вы видите, каждый раз усложняется, поскольку Департамент транспорта Москвы, руководство товарища Ликсутова, он, ко всему прочему, изобретает что-нибудь всегда нетривиальное, типа уничтожения маршрутных такси. Опять-таки, с другого фланга заходят законодатели и предлагают платный въезд в собственный двор. Вот это вот стряхивание снега туда, куда можно, а не туда, куда нельзя. И в совокупности все это, конечно, хорошо ложится в транспортную доктрину, когда у нас отбирают кусок проезжей части, говорят, что это для выделенного транспорта, при том, что маршруты в большинстве случаев идут продублированное метро под землей. Потому что выделенку в основном у нас ведь где-нибудь во дворах вводят, где, собственно, никто и не ездит, а по вылетным магистралям так, чтобы мы там все-таки удавились уже окончательно. И вот когда у нас только-только началась эта эпопея по незаконному изъятию из оборота наших с вами общественных земель, заасфальтированных, предназначенных для того, чтобы мы ехали, в числе прочего как раз из Венигородка, и она была отобрана у нас, особенно эстакада. Эстакада была не так давно построена. Вот она, эстакада, вот кусочек асфальта. Бац! Выделенку нарисовали. И она как раз стала камнем преткновения, когда общественность ткнула столичную власть, ну, по крайней мере, вот тех вот оккупантов, которые понаехали из других городов поруководить москалями-клятами, их ткнули носом и сказали, посмотрите, там же нет общественного транспорта, почему же идет отчуждение дороги. На что власть сразу сказала, ну, во-первых, то, что вы не видите движение здесь общественного транспорта, еще не означает его отсутствие. Во-вторых, мы на всякий случай с упреждением нанесли эту разметку, поскольку скоро у нас здесь появится специальный маршрут, а в-третьих, он уже сейчас едет, просто действительно его не видно, а в-четвертых, он еще будет, потому что он будет. Короче говоря, это была нормальная чиновничья игра, когда просто пришли и хапнули, вот из серии, а я так хочу, вот я начальник, вот я начальник, я имею право, поэтому пошли вы все подальше, клятым искали, я вас кусок земли отберу, и отобрали. Автобуса там нет, и автобуса не было в течение всех этих двух лет, хотя официально туда потом прописали 850 маршрут, и даже сообщили, что он является связующим звеном, этакая дорога жизни, между правым и левым берегом эстакады. Вот на правом берегу живет невероятное количество обездоленных пешеходов, и на левом берегу эстакады живет невероятное количество обездоленных пешеходов, и если между ними нет 850 автобуса. Все. Смерть. Жизненно важная артерия порублена пополам, и люди вынуждены либо идти, уворачиваясь от легкового транспорта с риском для жизни, либо, либо все. И вот для них и маршрут, для них выделенка, и без объявления войны вдруг нам сегодня взяли и сообщили. Действительно, нет там никакого транспорта, никогда там его не было, и заберите вы свою поганую дорогу обратно. Конечно, было сказано это не в такой прямой форме, это было сказано завуалированно, о том, что там очень напряглась транспортная ситуация. Минуточку, так она когда напряглась? Когда у нас отбирали, или она напряглась сейчас, когда ее все-таки начинают возвращать? Почему тогда был приоритет два года тому назад отобрать у нас? Потому что напряглась транспортная ситуация, а теперь, потому что напряглась транспортная ситуация, нам возвращают. Значит, водители в этой связи с транспортным напрягом оказались важнее, чем пешеходы. Сначала отчуждали в пользу пешеходов, чтобы поссорить их с водителями, а потом вернули водителя. Как интересно, а что произошло? А что изменилось? Или бельмо на голосу стало слишком очевидным, моргать мешало столичной власти? Но, конечно, мы не будем с вами обольщаться, потому что до 2014 года запланировано отобрать у нас с вами еще 82 километра дорог общественных, построенных на наши с вами деньги. Вот у нас, как вы заметили, земля принадлежит нам с вами. Вот это поразительно, удивительно, но это так. Земля нам принадлежит, недры нам с вами тоже принадлежат. Но есть люди, которым позволено пользоваться от нашего имени во имя нашего блага. Вот когда, например, из недр выкачивают нефть, мы с вами получаем чрезвычайно справедливую цену стоимости литра бензина, потому что для нашего блага, уполномоченные нами с вами люди добывают нефть и продают нам бензин. И мы здесь достигли на высшей точке социального благоденствия. С дорогами то же самое. У нас 82 километра дорог отберут, потому что другого способа победить водителей, ну, по крайней мере, легального нет. Заградотряды — это чуть позже. Чуть-чуть там еще нужно, чтобы на следующем историческом витке было какое-то обоснование станковых пулеметов или там всяких ДШК по КВТ, чтобы можно было спокойно со всеми водителями разобраться и объяснить им, что вам туда ехать не надо. Как установил Геолайф, есть такая у нас структура, благодаря введению выделенных полос за 2012 год московский трафик в целом упал на 10%. То есть нам с вами стало труднее из-за выделенных полос на 10% ездить и жить. Это очень слабенький результат, но обнадеживающий, потому что если мы с вами всего лишь на 10% стали хуже ехать, это очень мало. И 82 километра, которые будут отчуждены у нас с вами, они должны привести где-то к результату на, наверное, 30-40% затруднений в движении. Причем это немножко противоречит федеральному законодательству, в котором сказано, что не должно быть искусственного ухудшения трафика. У нас есть несколько законов, в том числе и административный кодекс и правил дорожного движения, где написано, что запрещено, в том числе и должностным лицам зауживать проезжую часть, препятствовать проезду общественного, а также личного транспорта. Но подумаешь, ну закон какой-то, ну подумаешь, правила дорожного движения. Если тем, кто сейчас правит Москвой, необходимо, значит нету никакого закона. То же самое, как с платными парковками в центре. Помните, как по осени, когда только-только их ввели, вдруг всплыло постановление прокуратуры. Экспертная оценка. Прокуратура посмотрела и сказала, знаете, это незаконно. Ну потому что вот здесь, на этих дорогах, где вы собираетесь кусочек асфальта сделать платным по 50 рублей в час, это вообще-то федеральная земля и не вашего ума дело, почем, куда и сколько. Вы некомпетентны и не вправе назначать стоимость. И как только прокуратура это заявила, кто такая прокуратура на фоне мэра Москвы? Это какая-то прокуратурка самому мэру? Естественно, через неделю прокуратура заткнулась и выяснилось, что это абсолютно законно. Никаких претензий, препятствий, никаких противоречий и закона нет. Да, конечно. Вышел на улицу, охлянул на село, и мне очень здорово, и мне весело, назначил 50 рублей. Должны быть заградительные барьеры. Вот мне очень нравится, что люди, которые подобные вещи делают, они и сейчас, и по прошествии некоторого количества лет, будут делать скорбные лица и говорить, вы знаете, как нам было трудно. Мы были вынуждены пойти на непопулярные меры, но мы пошли, мы приняли на себя эту тягостную ответственность, мы пошли на непопулярные меры, что в переводе на русский язык называется мы нагадили всем людям, как могли. Мы гадили, 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 и мы нагадили. Вы знаете, это такие непопулярные меры, нам так было тяжело. Но удивительно то, что нам вернули кусочек асфальта, 82 километра этого же самого асфальта у нас с вами отберут, и все в целом это и называется оптимальное перераспределение транспортных потоков, плюс уничтожение маршруток, заявленное, плюс, вы что думаете, мы отбили атаку и не будем оштрафованы за то, что поставили машину на будущий газон? Ничего подобного. Идея, например, сделать платный въезд к нам во двор, она еще с Лужковской думы. Еще тогда депутаты, расшалившиеся по весне, ну, как солнышко пригрело, у них все-таки трудности возникают такого легкого интеллектуального плана. Они, наверное, году, в 2004-м, начали всерьез обсуждать платный въезд во дворы. И машиноместа, сообразно купленным билетом, тогда не получилось, сейчас вполне может быть, что и получится. Вот на фоне всех этих довольно болезненных инноваций мне очень понравилось предложение, высказанное одной из моих приятных собеседниц на Фейсбуке. У меня там есть страничка, где я с удовольствием общаюсь со всей страной. Одна очаровательная, очень приятная женщина, она сказала, что учитывая вот этот интеллектуальный напряг, надо бы все-таки депутатам, законотворцам и просто начальникам ну, раз в два года устраивать психиатрическое переосвидетельствование. Ну, вдруг перегрелись, вдруг у них психика немножко поехала, так мы, по крайней мере, хоть будем знать, что они уже либо сошли с ума, либо еще не сошли с ума, потому что у нас ощущение, что они сошли с ума гораздо чаще, чем два раза в год, когда обострение у них, в принципе, есть по весне и по осени. Очень приятная идея, я полностью за. Перерыв на новости рекламы, потом вернусь к вам. Несколько сообщений подкрались к нам на сайт, вот, например, человек выбирает между Киэс Орента, новым третьим и новым Санговым Йонгом Рекстоном, но дело в том, что Рекстон, он не новый. Это же третья по счету пластическая операция, но она не сделала машину новой. Машина от каждого рестайлинга обычно ухудшается, она становится, может быть, чуть-чуть временами симпатичной, потому что второй вариант ее морды был абсолютно чудовищным, это был полный провал. Сейчас машинка чуть-чуть под тяжкой лица изменила свою улыбку. Это рамный кроссовер, довольно мало на свете рамных кроссоверах, рама подразумевает такое серьезное внедорожье, а здесь просто легковая машина, но перетяжеленная по конструкции, как только это было возможно. Хотя у нее большой плюс, она, наверное, последний кореец по более-менее корейской цене. А Киэс Орента это отличный кроссовер, очень легкий, очень правильный, очень грамотно сделанный. По поводу Peugeot 406, приятная машина, любимая мною, дизельная в данном случае 2001 года и выбор идет между Alfa Romeo 159, Kia Optima и Peugeot 508. Вот самый правильный ответ это Peugeot 508 в любой комплектации, конечно, лучше всего дизельную 2.2 GT, у нее спереди стоит двухрычажка, но и на Макферсонах по кругу это тоже будет замечательный автомобиль. Мне очень понравилось, что я когда 508 все облазил со всех сторон, везде, куда заглядываешь, там толщенный слой шумоизоляции, она же термоизоляция, в нашем холодном климате это полезно. Alfa покупать только из эстетики, любите красивую вещь, пользоваться не будете, но можно в коллекции, в гараже прийти, посмотреть, вдохнуть. Optima это здорово, но 508 лучше. 508 по ездовым характеристикам, по сути, по породе, она, конечно, на голову выше. Ну, а теперь телефон нашей с вами любимой радиостанции 6510996. Вы уже звоните, я принимаю звонки. Алексей, здравствуйте, вы сегодня первый, Алексей. Добрый вечер, меня зовут Алексей, Москва. Здрасте. Добрый вечер, значит, сейчас езжу на ML 163 500. Ух ты! Да, езжу давно, доволен, всем доволен, в принципе. Сейчас стоит выбор между Prada и новой ML. Помогите, пожалуйста, сделать выбор. А почему Prada? Простите, Алексей, а почему вдруг в ваш красивый образ жизни подкрался этот грузовик? Вы собираетесь по грибы ездить, по минным полям отчизны? Мне нужна надежность, машине уверенность, чтобы я сел, завел и поехал. А надежность, простите, Алексей, минуточку, а надежность, она из чего? Из рекламного заклинания японцев, которые утверждают, что у них настоящая японская качество? Ну, это все слухи, я поэтому прошу вашего совета. Да, знаете как, вы привыкли к Мерседесу, Мерседес ведь тоже машина не самая простая, там тоже есть своих нюансов целый ворох, но вот нынешний ML, при всем при том, что лично мне он внешне не угодил очень серьезно, но во всем остальном он неплох, и с ML на ML, это правильно, а с ML на Prada, Prada это грузовик, он дорогу не держит, у него сзади мост с очень тяжелой, неподрессоренной массой, который, если вы на трассе идете где-нибудь 120, мало того, что вас сдувает в кювет, и вы просто улетаете с дороги, потому что руля у нее нет, так вас еще на любой кочке бьет под зад вот этой балкой, причем бьет так, что стряхивает с траектории, и у машины, то есть у нее нет курсовой устойчивости, у нее нет руля, и у нее нету тормозов, а так потрясающий аппарат, вот прям совсем замечательный, для истинных ценителей настоящего японского качества, но если вы съезжаете с дороги, да, тогда Прада как-то более-менее становится логичен, на нем хорошо хардебачить по буеракам, как это было у Эльфа и Петрова, и в общем, здесь он действительно уже понятно, зачем существует, но вряд ли вы будете так всерьез убиваться, а МЛ-ка, это очень правильная, хорошая машина, тем более, что настройки ее ферматика как раз тому и способствуют, чтобы вы большинство не очень дорожных и бездорожных проблем вообще не заметили, электроника будет за вас бороться до последнего, вы просто ей поможете приличной резиной, особенно если по зиме, и все, и у вас будет консенсус с автомобилем, а Прада это грузовик, и это такой вариант ГАЗ-53, вот вам нужно очень точно понимать, зачем вам в хозяйстве ГАЗ-53. И еще буквально секундочку, что мы можем сегодня поставить рядом с МЛ? Рядом с МЛ вы можете поставить в общем-то что-нибудь немецкое, тоже кроссоверное, хотя оно будет чуть-чуть уступать, но лучше всего рядом с ним поставить Туарек, потому что Туарек это машина универсальная, она и в городе хороша, и за пределами города тоже хороша, и не зря немцы из Вольсвагена на полном серьезе предлагают несколько вариантов апгрейда автомобиля у официального дилера, когда машина становится совсем уже в внедорожник превращается, причем не потому, что они вторгаются в конструкцию, просто потому, что они снимают всякий пластиковый обвес, даже не особо лифтуют, у нее есть несколько вариантов апгрейда у Туарека, когда он становится внедорожником на штатной пневмоподвеске. Да, но не соответствует коробке и двигателя, это я просто слышал много очень проблем, коробка 100-150 тысяч, полный ремонт, у Туарека я имею ввиду. Причем коробка у него айсиновская, японская, а японская, как вы понимаете, это настоящее японское качество, потому что у Туарека у него не бывает ручки и не бывает немецкой коробки, у Туарека коробки только японские. И Туарек, кстати, по этому поводу, когда у японцев случилось цунами, у них из-за этого очень большие проблемы с поставками были. То есть это настоящее, это квинтэссенция японского качества. Все ясно, спасибо огромное вам. Спасибо вам. Очень приятные муки выбора между Мерседесом и Прадо. Сергей на связи. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Сергей. Хотел с вами в очередной раз поспорить по поводу вашего, всего, что вы говорили про автобусные полосы. Так, люблю. Давайте. Да, вот должен все-таки заметить, что одна из разумных вещей касательно полос было сделано, то, что они, как правило, заканчиваются перед перекресткой. Поэтому это в значительной мере, но это прямо нехарактерное для наших государственных мужей благоразумие и какой-то инженерный расчет, что если, ну, нетрудно понять, как это работает, что совершенно не важно, сколько машин стоит на трех полосах или на трех полосах или на двух полосах, они стоят перед перекрестками, если через перекресток там условно они встают снова в три полосы и успевают проехать ровно столько, сколько успевают проехать за время переключения светофора. А все-таки у нас пробки-то именно на светофорах, как правило, начинаются и на них же заканчиваются. Поэтому расширение или сужение дороги, ну, вот просто какой-то длинный, длинного участка без съезда и выезда там расширение или сужение его, оно большой роли для пропускной способности не играет. А вот то, что уже, так сказать, математически доказано, что скорость передвижения по городу, она зависит в значительной мере от скорости альтернативного транспорта. Ну вот она упала за этот год на 10%. То есть нам с вами стало на 10% хуже ездить. Причем я так и не понял, в чем выигрыш окончания этой выделенки на светофоре и какая взаимосвязь между проблемой нашего преодоления светофора и созданием пробки и выделенкой, которая взяла и отобрала у нас одну полосу. Вместо того, чтобы ее пристроить, то есть расширить, нас ее завузили. На светофоре у вас все равно, на светофоре обратите внимание, как правило, нету автобусной полосы и можно проезжать по всем трем полосам. Вот если, скажем, по одной полосе через светофор проезжает 10 машин, например, за время переключения. То есть плюс в том, что мы все вместе с этого светофора спрыгнули, а там дальше начали толкаться, но уже по ту сторону. Освобождая полосу. Да, после светофора. По уму, по идее, после светофора, конечно, тоже должен быть участок без автобусной полосы, чтобы все успели разогнаться. Его там нету, поэтому у нас хвост вылазит, и то, что вы сейчас называете плюсом, оборачивается минусом, потому что мы все уехали... Это очень плохо. это очень плохо. То есть получается, что на самом деле это очень плохо. Вот. Но, на мой взгляд, самая большая проблема, конечно, это в том, что убрали эти дороги, при этом никаких других движений по поводу наземного общественного транспорта в виде там новых автобусных остановок, новых автобусов, новых троллейбусов, хотя бы там информационных табло с временем ожидания там с какими-то нормальными маршрутами, ничего сделано так и не было. И так и движений даже в этой области не было. Сереж, будет сделано, сейчас уберут маршрутки, и это тоже будет инновация. Я думаю, что, как помните, товарищ Гаев у нас все время судился с государством, изобрел он у нас турникет, или не изобрел турникет? Да, рельсы, шпалы, костыли. Да, правда, вы в курсе или нет, но товарищ Гаев нечаянно умер. Да, в курсе. На тот свет не получилось у него забрать все деньги, честно, заслуженный интеллектуальным трудом. Вот я думаю, что московские власти тоже запатентуют все свои инновации, например, уничтожение маршруток, это будет какой-нибудь повод для диссертации о том, как мы реорганизовали транспортные потоки. Но плюса в выделенке на самом деле нету ни одного, потому что выделенка, она была сделана в ущерб основному трафику. Если выделенка появилась, то она не дотянута до конца, потому что она идет, во-первых, не там, где надо нам. Выделенка идет, дублируя собой вылетные магистрали, в основном, имеющие метро под землей. Посмотрите, что происходит на Ленинградке. От того, что там есть выделенка, никто никуда быстрее не приехал. То есть, проблему она создала, выигрыша там не получилось. И во многих городах, где выделенка существует, она идет посредине проезжей части. И к ней сверху протянуты, а в некоторых особо изобретательных городах снизу подведены потоки людей. Там пешеходы скребутся из-под земли, запрыгивают на автобус, едут дальше счастливо. В Корее, в Южной, не в Северной, к которой мы стремимся, а в Южной, которую нам не догнать никогда, там выделенка, в большинстве случаев, идет посредине. То есть, все наши правые повороты, а у европейцев и азиатов не принято поворачивать из левого ряда. Это только у нас принято. Мы в левом ряду ехали, ехали, бас, почему-то встали. Там и развороты, и повороты идут из правого ряда. Либо через эстакаду, либо через светофор. Поэтому середина как раз является безопасной. В Корее я ездил, в Южной Корее я ездил, там, в принципе, точно так же. И, скажем, автобусная полоса, она отрезается от основной полосы. Но там, конечно, там много, с другой стороны, разумных других вещей сделано. Что знак автобусной полосы действует только в рабочее время, потому что никому в три часа ночи эта полоса старым не нужна. Никаким автобусом. И уже, если не ошибаюсь, в восемь вечера можно. Сереж, а вы в Корее хоть одного живого полицейского видели? Да, меня даже останавливали. О, заслужили. Я, например, там сколько ездил, ни одного полицейского вообще не увидел. А вы, кстати, обратили внимание, как в Корее вынесено в реку эстакады, мосты, развороты, чтобы землю не занимать? Сколько у них надводной гладью? Вот это, конечно, совершенно гениально. Мало того, оно вынесено, оно еще построено сверху таким образом, чтобы люди могли этой набережной пользоваться для гуляния. При этом над ним ездят машины, которых они совершенно не слышат. А внизу люди там, то есть, ну вот как вот есть, например, там парки. Все парки, набережные, через них можно построить эстакады, которые вообще их никто не заметит, только это будут новые маршруты. Сергей, перебью вас. В 20 секунд расскажите хотя бы один плюс выделенной полосы в Москве. Хоть один. Чтобы я поверил. При наличии, при комплексном подходе. Нету комплексного подхода, есть выделенная полоса. Хоть один плюс назовите. При комп... Повторюсь, вот если просто перегородить полосу, то это просто перегороденная полоса. Вот если по ней ходит удобный автобус, то это серьезная разгрузка всей дороги. Итого мы с вами имеем очень неприятный факт, что удобство не получилось, а проблема создана и будет создаваться. Перерыв на новости. Несколько замечательных поправок. Спасибо вам. Я запутался в столицах Кореи, в Южной Корее Сеул, в северный Пхеньян. И наш эталонный город, к которому мы идем властью товарища Собянина, это, конечно же, Пхеньян. Пхеньян, его блистательные микрорайоны, его замечательный многотысячник Чхо Ван Гван, который лично мне очень нравится по архитектуре и потому, что он не заселен. Это такая Потемкинская деревня. То, к чему мы тоже идем. Высотные дома, лифты, окна, занавесок только нет. И комендант. Комендант ходит вечером и зажигает свет с тем, чтобы проезжающий мимо иностранец или проходящий мимо иностранец или южнокорейская сеульская разведка могла сказать, что вот этот объект обитаемый, если что, мы его будем бомбить. Или наоборот, посмотрите, как замечательно живут северокорейские пролетарии в этом шикарном доме. Там вот Чхо Ван Гван, это весь микрорайон такой специально построенный для того, чтобы в нем никто не жил, ну, а чтобы там просто было. У северных корейцев так принято. Там много потемкинских деревень, недалеко от границы севера и юга, на северной территории построен специальный город. Мы его в бинокли рассматривали, в полевые трубы. Окон в домах нет. Это тоже такой специальный объект, который, если что, давайте бомбить, потому что там никто не живет. То есть, северные корейцы по сей пору считают, что у южных корейцев даже бинокли нет. по себе, по сеньке шапки меряют. Любопытный вопрос по поводу Альфа Ромео. Какие перспективы на нашем рынке? Собеседник мой вернулся из Италии, посмотрел, влюбился, Джульетта, красавица. Сейчас у него рейндж-ровер ВОК, он проехал довольно много и не знает, продавать или не продавать, потому что за хорошие деньги продать не удастся. Да, действительно, эти фраки поношенные, они идут очень по низкой цене, хотя иногда попадаются какие-нибудь барышни, которые на это реагируют хорошо. А вот по поводу Альфа Ромео, перспектив у нее в нашей стране не существует никаких, потому что этим занимается ФИАТ. Вот если бы какие-нибудь немцы владели Альфа Ромео или, например, были бы дистрибьюторами, предположим, что за Альфа Ромео взялся бы какой-нибудь очень серьезный игрок из немцев, неважно какой. То есть, это может быть GM-овский, это может быть Volkswagen-овский или Mercedes-овский. Это был бы успех. Либо если бы за это взялся какой-нибудь дилер, потому что у нас на рынке есть несколько игроков, которые могут из небытия поднять абсолютно любой бренд. У нас, если помните, фирма Уздео, она пришла с тем, что там Ленур Эдемович Ислямов это фантастически талантливый человек, человек, который может... Вот умные обычно видят на два хода, мудрые на три, Ислямов на пять. То есть, обыграть Ислямова бесполезно. И Ислямов и тот человек, который на наш рынок притаскивает любой неликвидный бренд. Мы с вами жили-не тужили, понятия не мере, что в Узбекистане существует автопром. А Ислямов об этом знал и притащил к нам машины бренда Део в узбекской сборке. Матис, тогда еще был Дамас, это такой маленький шкаф на колесиках полотеной, и внутри там вешалочки, и на вешалочках на плечиках висят пассажиры. И, соответственно, Део Некси. Вот это все к нам пришло, был момент недоверия, был момент распознавания и принюхивания, а потом выяснилось, что эта машина самая популярная на нашем рынке. Она достаточно долго держала там, ну, если не всю пальму, то, по крайней мере, несколько пальмовых пучков в зубах точно. Потом, опять-таки, фирма имени Ислямова, она взялась за Запорожский автозавод. Она притащила к нам сюда машину, которую назвала Шанс, тот самый последний Шанс. И, если бы не стратегические ошибки самого Запорожского автозавода, то сейчас, конечно, Шанс был бы очень серьезной машиной. На сегодняшний день Ислямов взялся за другой бренд, уже за совершенно непочтенный, и очень жалко, что он взялся за него, потому что теперь у этого бренда появилась перспектива. Бренд абсолютно неликвидный. Вот если такой неликвид, как Альфа Ромео, дать, например, Ленур Демчо, да, вот это будет, вот это сыграет. Таким же сильным игроком, наверное, может быть еще, ну, на московском, по крайней мере, горизонте, наверное, только Дженсер. Даже Мейджер не потянет, чтобы схватиться за Альфа Ромео, тем более, что Дженсер свои потуги по экзотике уже делал, не Дженсер, а Мейджер. Мейджер потуги по всяким уникальным брендам делал, и чуть не помер. Если помните, Мейджер в свое время притащил к нам сюда британский ровер, такой уже в полутрупном разлагающемся состоянии, ничего не смог сделать. То есть, умеют, но только с готовым продуктом. Пахать целину? Нет. Пахать целину – это особый талант. И Альфа Ромео, она к нам приходила несколько раз, она каждый раз приходила под именем Италии, под флагом Италии, и под этот вот макаронный, такой немножко склизлый жест, пальчиками из серии. Ну, мы итальянцы, мы тут, знаете, сейчас вам предложим. И Альфа Ромео, ведь она потихонечку деградирует у себя в Италии, она остается Фиатом, платформой Фиата в основном, накрытой другим кузом. Да, дизайн фантастический, итальянцы молодцы, потому что они удержали хотя бы внешность этого автомобиля. Но, посмотрите, сколько раз в нашей стране Фиат погибал. Вы помните, как, например, к нам с трезвоном, с воплями и фанфарами пришел Нижегород Моторс. Это такие итальянские менеджеры пришли, которые сказали, да мы сейчас в Горьком, у вас тут завод сейчас за бубенем в натуре. Даже у Европейского банка реконструкции и развития денег взяли. Товарищ Пугин, не путайте с товарищем Путиным, Пугин это тоже президент, только там у него и труба немножечко другого калибра и дым чуть-чуть пониже. Так вот этот Пугин, не путайте с Путиным, он тоже подписывал документы, причем там это все было на высочайшем уровне, Ельцин за все это смотрел, итальянцы пришли и сказали, мы сейчас тут собирались сделать Фиаты. Ну, Фиат и Альфрамой это одно и то же. Не получилось. Потом Фиат дрыгался у нас с Солерсом, пытался выдернуть из кармана у них какое-то количество денег, ассигнований, инвестиций, не получилось. Вот сейчас Фиат у нас бегает по стране и рассказывает всем сказку о том, что нам этот сейчас завод, у нас теперь тут есть такой настоящий итальянский джип в натуре, а поскольку вы все бывшие малиновые пиджаки с бандитским прошлым, то вы же нас поддержите. И был блистательный, совершенно феерический финт ушами, когда Фиат пришел к Сбербанку просить денег. Он пришел и сказал, а дайте нам, пожалуйста, просто так много. Сбербанк, он вообще большой умелец с автопромом разбираться. Если помните, Герман Греф и Сбербанк купили Opel, который не продавался. То есть Opel никто не думал продавать, но мы его купили и в прессе у нас было о том, что мы им владеем. После этого Сбербанк стал достаточно осторожно относиться к предложениям что-нибудь такое купить. У него там тагас под ногами сейчас с неприятным звоном болтается, как консервная банка. Тоже непонятно, что с ним делать. А тут пришел Фиат и сказал, ну это же мы, мы же ваши любимые. Во-первых, пицца, во-вторых, джипы, в-третьих, Великая Италия. Давайте. Не получилось, не получится. И у Альфа-Ромео вот при таком раскладе в нашей стране перспектив нету вообще никаких. То есть, ни с какого, как говорят экономисты, переляку это не случится. У нас Алексей на линии. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Очень автомобильное имя, Алексей. Да, я в курсе, я слушаю вашу передачу. Надо поддерживать Марков, что же делать. Правильно, конечно, Алексей. Как же, кому как не важно. Ну, естественно. Кстати, по поводу выделенных и общественного транспорта. Так. Если, ну, я в последнее время стал жутким поклонником идей Максима Касса. Мало того, что это мой муниципальный депутат, но он очень здраво излагает, здраво и понятно излагает вещи, как все-таки устроить так, чтобы мы по городу перемещались. И вот даже я, человек, ну, я переносил москвич, 27 лет я не ездил, в метро ни разу не спускался. И даже на меня это производит впечатление, и я, пожалуй, его бы поддержал. Другая беда, что делается, то, что делается, делается в высшей степени половинчато, то есть, действительно, дороги отобрать, но и общественного транспорта не предложить. Вот если бы, если бы Макса каким-то образом идеи, вот, которые он продвигает, реализовать, ну, полностью-то понятно, что не получится, но хотя бы частично. Вот тут уже другое дело. Я бы подумал, может быть, действительно воспользоваться общественным транспортом. Вот реально парень очень грамотно все делает, и, главное, он продвигает эту штуку в меру силы возможности. Алексей, у вас очень правильный подход. Вы не торопитесь. Вы хотите дождаться, когда они до чего-нибудь договорятся и что-нибудь сделают. Я полностью на вашей стороне. Максим Кац неоднозначен. То, что я слышал лично от Максима Кац вызывает у меня иногда желание приподнять волосы дыбом, меня спасает от этого только физиологическое отсутствие волос, потому что Максим Кац, опять-таки, в силу возраста и определенного экспериментаторства в душе, он способен очень сильно воздействовать на сложившуюся действительность. Я бы ему вместо этого остудить пыл розгами бы попытался лично, так сказать, в кулуарной беседе, чтобы он обращал внимание на интересы максимального количества граждан, а не только тех, кто молод, и бодр телом. Здесь я абсолютно согласен. Вот, ну и если можно, если у меня еще есть, скажите, Сергей, вот как на ваш взгляд, чем для человека, ну достаточно активного, отдыхающего по всей стране и уже теперь даже за рубежом, но тоже в Монголии, ну, в общем, наверняка путешествовали, вы знаете. Что бы могло быть альтернативой Тойоте 80-ки? Сотка. Сотка или стопятка? Ну, стопятка, считай, то же самое, сотка с независимой подвеской, но все-таки уже менее живучая. Ну, ничего такого нету и все остальное, чем еще более насыщенная электроникой и еще более переориентированная от вас, от путешественника на арабского шейха, оно, к сожалению, хуже, хуже и хуже. Ехать можно и на двухсотки тоже можно, и на двухсотки до Монголии, до аймочных центров народ добегает, но восьмидесятка и сотка, вот, собственно, на этом и заканчивается великая история открытия в бездорожье. Ну, вот, значит, еще больше электроники меня очень порадовало, потому что не считая установленных дополнительных всяких электронных приблуд, к электронике можно отнести у меня в машине разве что провод идущий от генератора на аккумулятор, а и на стартер еще. Ну, восьмидесятки. Ну, да, да. То есть у вас очень правильная восьмидесятка, совсем правильная восьмидесятка. А вы до Монголии давно добирались? В прошлом году ездил. Расскажите быстренько в одну минуту, как она, Монголия? Там же дорог-то так и не появилась, и солярка лучше не стала. Появилась! Появилась! Строят ненавидимые монголами китайцы. Откуда-куда? Сейчас. Я ездил только по Западной Монголии. Значит, перед Ульгием есть 30 километров роскошного асфальта. Ух ты! Да. Совершенно невероятно, особенно, когда выезжаешь обратно. Да. Вот. К сожалению, есть участки, где они то ли взорвали, то ли срыли гору, и это острый скальник, который просто пожирает резину. То есть, вы заезжали-то в Монголию не через Наушки, вы через Алтай ехали? Да, конечно, через Китрак, Кашанта и дальше вот по Западной Монголии. До Уламбатора доехали? Нет, 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 нет. Ну, отпуск короткий, а все сразу не обнять. Ну, до Хупсугула хотя бы доехали, до Узера? Нет, и до Хупсугула мы не доехали. Был Томбокотловина Больших Озер, там, ну, в общем, вот эта часть. Ховст, на самом деле, доехать-то я доехал бы, не вопрос, но я зато рыбку хорошо половил, отличная рыбалка. Таймень? Знаменитый таймень? Нет, знаменитый таймень, мне тоже нужно туда к Илькутску ехать. Ну, это черный монгольский хариус, ну, и не только. А солярка что? А где вы заправлялись в Монголии? Или вы на себе все тащили? Значит, это как раз вопрос, но, если я когда-нибудь еще до вас дозвонюсь, расскажу жуткую историю. У меня 260 лет, у меня бак РБ-шный стоит дополнительный. Правильный. Ну, да, ну, это суммарно, со штатами. Ну, да. И мне удалось, ну, почти выехать на российской солярке. Ну, немного там залил. Ну, это вот на 2000 у меня запас, так что, но я бы доехал и на Монгольской. А вот то, что случилось с ребятами, с которыми мы познакомились на границе, вот это был, конечно, это фатал. Это ужас. То есть, они хлебнули, местные солярки хлебнули? Да, они были, у них в компании было три джипа, ну, там шесть машин, три джипа, по-моему, командор. Вот, ну, 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 да. Простите, перерос, поскольку разговор блистательный, но, увы, финальный. Упираемся в новости. Максим на сайте пребывает в муках блистательного выбора в Санкт-Петербурге. BMW Копейка. Какую выбрать? Три или пять дверей с каким двигателем? Ну, Максим, лучше всего брать 120-ку дизельную в максимальной комплектации Sport. У нее, правда, цена 2 миллиона 600, но едет, вот вы спросили лучшее. Оно лучшее и есть. Игорь у нас на связи. Здравствуйте, Игорь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мобиль для жены. Так. Вопрос заключается в чем? В жене? Да, жене, жене. Значит, я-то езжу на всяких машинах, и мне совершенно без разницы. Я чувствую, когда там что-то ломается, когда там, в общем, жене, естественно, нужен всегда автомобиль новый, потому что мне с ним ковыряться, ну, совсем не хочется. Я на нем не езжу, и поэтому ей всегда новый, не всегда поддержанный. Какой есть? Вы блистательный муж, Игорь. Я надеюсь, она меня услышит. Или меня хотя бы. Значит, так как она передвигается по Москве и бывает ездит на надачу под Москвой зимой и летом, значит, это, естественно, кроссовер. Джип не нужен, кроссовер. Любит она ручку, поэтому это не автомат, а ездит она с удовольствием на ручке, и автомат не признает. Я правда на нем никогда долго не ездила, но вот нравится ей ручка. Она говорит, это смысл в вождении автомобиля переключать передачу. А знаю, что она мало спит, в принципе, потому что хорошая жена. Голова никогда не болит? Да. Автомат не дает ей заснуть, вернее, ручка не дает ей заснуть. Значит, я рассматриваю Tiguan 1.4 на ручке. Ну, с какими-то там преференциями в плане повышенного комфорта. И заодно я думаю о том, что, наверное, так как автомобиль у нее всегда должен быть новый, пройдет три года, значит, и там что-то начнет сыпаться, а может быть раньше, а может быть позже, продать его. Значит, с точки зрения инвестиций, скажем так, насколько я понимаю для себя, такую машину легко заберут в регион. Да, конечно. И наиболее с продажей не будет. Да, именно так. Все правильно. Вы очень здравый муж, замечательный, я думаю, что вы даже умело выполняете ритуал по забиванию того самого памятного гвоздя. Знаете, мужчина должен уметь гвоздь забить. Вы, скорее всего, с этим справляетесь блистательно. Я показателен в этих вопросах. Аплодисменты в зале. Игорь, единственное, что потерпите немножко, потому что вот сейчас на меня вышла группа общественности Тюгуана-владельцев, они чрезвычайно встревожены. Не все, но многие из них. Тем, какая прошивка АБС установлена. Многие из них на малых скоростях пытаются сгрести КАМАЗ собою. И вот для того, чтобы расставить точки нады, 20 февраля мы устроим грандиозную совершенно встречу огорченных Тюгуановодов, представителей завода и московского представительства Вольцвагена с тем, чтобы экспертным мнением, сообществом и опытами, экспериментами выяснить наконец-то, он все-таки гад тормозит или нет. Это проблема водителя или это проблема машины? После чего я буду смело либо рекомендовать Тюгуаны, либо говорить, ребята, не надо. Я думаю, что на самом деле это повернутость немцев на безопасности. То есть, первое, что нужно знать водителю, это держать дистанцию. Это само собой разумеется. И действительно, заносы при торможении, они гораздо опаснее, видимо, чем просто кому-то въехать в задницу уже со сниженной скоростью. То есть, заносы, наверное, опаснее. Поэтому, в общем-то, может быть, они в чем-то и правы. То есть, вы в курсе проблемы. Судя по тому, как вы рассуждаете, вы знаете, о чем идет речь. Да, я примерно представляю то, что там АБС слишком настроен как раз вот, чтобы только не допустить заноса или что-то связанное вот с этим. и если дорога у нас, как правило, дорога, она имеет кривая косая. Да, вся из себя. То есть, вот это вот вверх-вниз, я так думаю, что АБС, он просто срабатывает вот на неровности дороги, он отзывается просто отсутствием торможения. Но, Игорь, этой проблемы нету, например, у Апилей, хотя те же немцы. И при всем при том, у нас в правилах дорожного движения написано, что если возникает на дороге какая-то неприятность, нужно тупо тормозить, а не дергать рулем. Но в Германии есть две проблемы. Это телефоны Сименс и машины Опель. Но Опель при этом останавливается как вкопанный. Телефонов Сименс уже нет, они делают по-прежнему только стереальные машины и какую-то ерунду бытовую. С Апелями все попроще, потому что Инсигния останавливается великолепно, хотя, конечно, всем им далеко до французских тормозов. То, как тормозят Пежо и Ситроены, немцам, например, еще нужно поработать над этим. Но вот мы будем разбираться с Тегуаном, поскольку, если у людей не получается остановиться иначе, как Ап КамАЗ, значит, есть о чем поговорить. Согласен, но вообще выбор, вы считаете, что неплохой для жены? Сама по себе одна из лучших машин на свете в этом классе. Вообще, вот табель о рангах моя субъективная среди кроссоверов. Первая это Йети, вторая это Тегуан, третья РАВ-4. Но РАВ-4 сейчас будет новенький, мы еще на нем не ездили, мы не знаем, что это такое, потому что там тоже японцы паяльником много чего наковыряли. Будет любопытно посмотреть и разгадать, что именно они там содеяли. А двигатель 1,4, то есть машина, может, это все равно тяжелая как бы Тегуан, это не восьмерка, девятка, двигатель 1,4. То есть, понятно, что у него ресурс маленький, что туда поставили, скорее всего, и турбину, и компрессор, и все на свете, чтобы как-то крутящий момент на низких и высоких воротах был, ну, какой-то он был. Понятно, что грузить нельзя, она просто не поедет. Да, да, да. Чтобы уложить его, в первую очередь, в экологические нормы, потому что необходимо, чтобы немец, лежащий под выхлопной трубой вашей жены, при этом остался жив, здоров и дышал свежим воздухом. Понятно. Но вообще, в принципе, этот двигатель способен тянуть эту машину. Вообще, двигатель, это действительно очень даже способен. Но если у вас есть возможность, то, конечно, и 2 литра хорошо. Никто же не спорит. А 2 литра нет на ручке? На ручке нету. На ручке, к сожалению, нету. Игорь, вы блистательный муж, вашей жене можно только позавидовать. Хорошо, что я не женщина. Роман. Здравствуйте, Роман. Сергей, добрый вечер. Здрасте. Очень интересная передача. Правда, слушаю всего, наверное, только третью. Но тем не менее. Дайте мне тоже так интересно пообщаться. Вы не поверите. Вас послушать. Роман, говорите. Вопрос следующий. Эконом класса выбор. Октавия Тур. Смена. На троицу из трех французов. У Берлинга и уже с ними. Очень правильный. Но третий француз здесь Рено. А Рено все-таки он с большим отрывом внизу. Потому что Пежо и Ситроен получше. Реношечка Кангу которая, она чуть похуже. Вы об этом? Да, да. В общем, все правильно. Ну, а среди верхних двух. Ну, вот Типи в принципе гениальная совершенно машина. Ну, какая разница? Она от Ситроена не отличается ничем. Это одно и то же. Но единственное, что вот сейчас у Берлинга существует комплектация с самоблоком. Самоблокирующийся дифференциал на клиренсе в 200 мм. Вот это любопытно. С одной стороны самоблок, он немножко у вас настойчив по рулю. Он норовит вам продиктовать свою волю. А с другой стороны в общем-то это идеальная машина для, ну, наверное, подавляющего большинства людей живущих в город-пригород. Потому что ящик здоровенный, печка у него фантастическая, при этом самоблок, ну, это очень большое уважение к клиенту. То есть, гляньте на него, но если вот получится же по деньгам как-то уже совсем стремно. Обычная типишка тоже очень хорошо везет. И, конечно, вы видели, что там в салоне происходит у него. То есть, там квартиру можно перевозить каждый день и даже не все найдете, куда положили. Сергей, если можно, под вопрос о сбытии Октави Тор восьмого года. Сбытия? Уйдет, Сергей Иванова? А Октави уйдет всегда? Тем более, Октави, это же машина таксиста. И любой человек протянет к ней руку, потому что понятно, что вы ее не изъездили. Понятно, что у вас еще очень неплохой ресурс. Тем более, у вашего тура там какой мотор стоит? Ну, базовый. 1.4-1.75. Ну, да, конечно, про это придется говорить со слезой в голосе, но во всем остальном очень достойный аппарат. Вообще, Октави, опять-таки, большая, хорошая, это же наша мечта. На этом же можно ездить. Это же, ну вот он, здоровый ящик. Никаких проблем. Еще и до окончательного решения трудно тоже принять. А вы нет, знаете как, это же не проблема, это хлопоты. Нужно спокойно прийти, спокойно разобраться, спокойно посмотреть. Это наслаждение. Это раньше нужно было за жигулями выпучив глаза бежать. А здесь, ну не торопясь, ну красота. Спасибо большое. Удовлетворили. Успехов вам. Приятный женский вопрос. Спасибо за отличную передачу. Да, пожалуйста. Давно мечтаю приобрести автомобиль для покатушек по стране. Что посоветуете? Как вы понимаете, первым здесь стоит, естественно, Land Cruiser 80. Дальше идет Nissan Patrol. Я так понимаю, что это не 62, это что-то пораньше. И Гелендваген. Вот, когда мы только что с Алексеем говорили по поводу поездок в Монголию, у него 80 показала себя как идеальный аппарат. Но у него 80 уже есть. Вы 80 сейчас берете себе, получается, на вторичном рынке. На вторичном рынке 80-ка, это всегда машина с засадой, потому что никто не будет продавать сотку или 80-ку просто так. Вот это не та машина, которая, вы знаете, что-то я ее изъездил, надоело, это значит, ее убили. И, конечно, ценник будет такой, как будто она молодая, и вам будет рассказывать сказку о том, что, да не, ну что вы, ну я купил эту 80-ку. Я на ней никуда не ездил, вообще ни разу никакую грядку она не видела в глаза. Естественно, никаких проблем с ней нету. Ничего подобного. Мосты вы будете перебирать, и кучу проблем вы там найдете. С патрулем, ну, смотря какой, 60-й, 61-й, ну, наверное, все-таки 61-й. Да, на 61-м интересно, но у 61-го засада 3-х литровый дизель это мотор не для вторых рук. Там трудности. А если вы возьмете бензин, ну, значит, вам придется с собой возить маленькую нефтеналивную станцию. Гелентваген очень правильная машина, три блокировки, то есть все дифференциалы блокируются. Преклоняюсь перед теми, кто позволяет себе брать Гелентваген для использования по прямому назначению. Но вы, как, на первичном рынке, который возьмете 280-й, на ручке, вряд ли. Скорее всего, вы будете тяготеть к вторичному рынку. На вторичном рынке неукладных, честных, Мерседесов не бывает. Александр у нас на связи. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Здрасте. Ой, хотел бы поспрашать по поводу машинки. Давайте. Ford Focus Universal, третий Ford Focus. Ну и правильная машинка. 1,6 автомат. А пинать, кто его будет? Таджиков попросите или жену запряжете? Ну, дорогой двигатель двухметровый. 1,6 автомат, он, конечно, у них в гамме присутствует еще аж таки прямо даже с первого Ford Focus. Это неплохо. Это степенно. Вам нужно будет завести себе фетровую шляпу и очки. И тогда вы очень спокойно будете ехать. Ну, а помимо, так сказать, для автомата, есть еще какие-то нарекания Ford Focus 3 отечественной сборки? У отечественной сборки немного нареканий, хотя они тоже есть. Все дальнейшее зависит от комплектации. Если вы сможете каким-то боком такой мотор вставить в Титаниум, то, в общем-то, на этом проблема закончится. Потому что Титаниум это комфортно, здорово. Чем плохая машина отличается от хорошей? Не тем, что ее плохо сделали. Плохо могут сделать любую машину. Она отличается количеством опций. Чем больше опций, тем больше наслаждения, тем больше вы понимаете, за что вы платили. Но, когда попытка сэкономить, я понимаю, что вы берете универсал. Посмотрите, что происходит у Skoda. У Skoda вы сможете взять ничуть не хуже, кстати, с хорошей гарантией. Вы не поверите, рабочая неделя и моя в частности заканчивается. И ваши пробки тоже. До свидания.